Восемьдесяти трёхлетний индийский йог Прохлад Джани вот уже около семидесяти лет ничего не ест и не пьёт. По его словам, в детстве он приобрёл духовный опыт. С тех пор жизненную энергию ему даёт некий эликсир, который он вдыхает вместе с воздухом. Феноменом Джани всерьёз заинтересовались учёные. Обследование проводилось в одной из частных клиник города Ахмедабад. В течение трёх недель за ним круглосуточно наблюдали 30 военных врачей. Телекамеры записывали каждое движение йога. И действительно, всё это время старик не ел, не пил и не справлял нужду. Зато много медитировал и прекрасно себя чувствовал. Исследования показали, что Джани в свои годы находится в превосходной физической форме. А его полный отказ от пищи и питья пока остаётся загадкой для учёных. В каждом из нас скрыты невероятные возможности. Только одним суждено узнать о своём потенциале исключительно в экстремальных ситуациях. Другие работают над собой и удивляют мир своими достижениями. Как только Лера Гусакова появляется на улицах города Аша, люди всегда останавливаются и смотрят на эту необыкновенную восьмилетнюю девочку. Нет, это не магнитофонная запись. Лера на самом деле умеет петь и говорить по птичьи. Девочка начала повторять голоса птиц ещё маленькой. Говорит, что хотела даже создать птичий хор с подружками. Но вскоре поняла, придётся ей солировать одной. Сегодня Лера умеет петь на разные птичьи голоса. Интересно, что когда мы попросили Леру показать, на что она способна, мы услышали сразу, как ей стали отвечать птички. Лера учится в воскресной школе храма Казанской иконы Божьей Матери. Часто для своих одноклассников устраивает концерты. С птичьих трелей началась карьера всемирно известной перуанской певицы в стиле мамба и актрисы Иммы Сумак. Так же, как и Лера, она начала подражать птицам ещё в детстве. Когда её голос окончательно сформировался, она стала поражать невероятным диапазоном в пять октав. Певица могла моментально перейти от баритона к комариному писку. Она издавала самые высокие звуки без фальцета. Говорят, что от её сильного голоса лопались бокалы и даже струны на гитаре. И Лера, и Имма Сумак звучат, как птицы, трахеями, не используя голосовые связки и диафрагму. Птичье пение Леры очень громкое. Но это даже хорошо, говорит бабушка. Любовь Николаевна признаётся, что голос внучки помогает ей справляться с головной болью. У меня немножко прибаливала голова однажды. Она забежала и запела по птичье. И вот такой вот у неё бывает вибрирующий звук, который как-то на слух действует, и вот головная боль как-то рассеивается. И становится так легко и радостно на душе. У Леры отмечают явный талант к вокалу. Она занимается в детском центре. Медики и педагоги пытаются понять природу её дара. Это редкий случай. Это стоит действительно научного изучения. Следует изучать. Может быть, это действительно поможет лечить и какие-то серьёзные заболевания, то есть через пение. То есть надо эти механизмы изучать, исследовать. Известный американский фокусник Дэвид Блэйн своими невероятными трюками шокирует зрителей. Впервые мир увидел его в телевизионном шоу в 1997 году. Мужчина удивлял прохожих фокусами. Спустя несколько лет иллюзионист предстал перед публикой совершенно в ином свете. В 2000 году Дэвид Блэйн провёл чуть менее трёх суток внутри ледяной глыбы. А два года спустя шокировал публику трюком, который когда-то делал Гарри Гудини. Он простоял 35 часов на вершине 27-метрового столба в Нью-Йорке. В 2003 году лондонцы в течение 44 дней наблюдали иллюзиониста в прозрачном кубе на 9-метровой высоте. Всё это время он пил только воду. Дэвиду Блэйну принадлежит и рекорд по задержке дыхания под водой. Он составил 17 минут 4 секунды. Вот ещё один из шокирующих трюков Блэйна. Фокуснику предстоит удержать пулю, выпущенную из винтовки. Он фактически ловит её зубами. А трюк в 2008 году чуть не закончился трагическим. Мужчина мог полностью потерять зрение из-за нахождения вниз головой в течение 60 часов. Трюки Блэйна сильно изнуряющие занятия и к тому же требуют основательной подготовки. После каждого выступления он берёт тайм-аут не менее чем на два года. Это ребята из телевидения. Будут снимать передачу, а наши с вами работают. Решанин Максим Максимов признаётся, после выступлений ему тоже приходится довольно долго восстанавливаться. Я долго сплю, например. Ну, мне в последнее время дольше времени надо восстанавливаться намного. То есть объём работы, он увеличился, и из-за этого приходится намного больше восстанавливать силы. Ежедневные тренировки рук обязательны, составляющие успеха Максима Максимова. Но это лишь малая доля того, чем занимается этот 23-летний режатель. С видителем он знаком в основном умением гнуть металлические предметы силой мысли. Сейчас её выпрямлю, сейчас будет самая вообще бомба. Можешь дать свою руку? Закрыл ладонь. Смотри. Можешь на память? Без проблем. Сколько бы не убеждал Максим зрителей, что он на самом деле гнёт металл своей энергии, скептиков всё равно не убавляется. И действительно, существуют так называемые биометаллические сплавы. Через несколько минут они начинают гнуться при контакте с руками. Зная об этом, многие намеренно несут на концерты Максиму свои ложки и ключи. Было, когда я давал выступление в одном из клубов Юрмалы. И туда удивило, что каждый зритель взял с собой из дома ложку или ключ. Ну и кто-то давал, там, садите мне ключи, там, влезали на сцену, давали ключи, я их там гнул. Говорит, спираль, можете, там, заворачиваем. Потом они подходят после выступления, а как мы домой попадём, вы можете нам ключ выпрямить? И вот таких вот выстроилась очередь. Максим с детства увлекался фокусами, читал специальную литературу, всегда шокировал новыми трюками родных и друзей. Если считать так, что я видел фокусы, если можно это назвать вообще фокусами Максима, довольно рано, да, можно сказать, в начале, и в тот момент я уже не понимал, как это делается, и не понимал, в какой момент и как, то абсолютно уверен в том, что это действительно дар. Потому что такому научиться просто нереально. Сегодня спектр возможностей Максима поражает. Он собирает кубик Рубика с завязанными глазами, демонстрирует навыки телепатии. Максимов совершенно точно отгадал довольно редкое имя, которое написала наш корреспондент. Вы зовете его Валдемар? Да. Так и есть. Во время съемки мы совершенно случайно уловили камерой, как Максим управляет ручкой. Но широкой публике он пока еще не демонстрировал способности к телекинезу. Для того, чтобы показать этот феномен, человек должен войти в измененное состояние сознания. Это делается не так просто. Определенный настрой требуется, который занимает достаточно продолжительное время. Вот отрывок одного из его частных выступлений. Максим должен полностью остановить работу своего сердца. Итак, положите чашку на стол, возьмите ложечку, держите ее в левую руку, правую руку положите мне на пульс. Участница эксперимента отбивает ритм пульса ложкой. Слышно, как сердце то ускоряется, то замедляется. Это одно из самых сложных испытаний, которые Максим показывает на публике. Ему приходится мысленно входить в определенное состояние. В нем молодой человек способен регулировать работу внутренних органов. Ира, поздравляю, иногда у клиента отключаются. Ира, что вы чувствуете? Я страх ужасный. Просто страх. У него остановилось сердце. Пульса не было. Сейчас я нашу тебя в себя. И это правда. Максим посвятил немало времени изучению старинных книг по эзотерике и мистификации. Свой жанр называет ментальной магией. Все, что он делает, не только ловкость рук, но и активная работа мозга. Я упорно работал над тем, чтобы у меня было множество даров, а не только один. Да. И мне хотелось почему-то быть специалистом сразу в разных областях. Мне интересовало все, что меня окружает, как в информационном плане, так и в духовном. И мне всегда хотелось расти и преуспевать над самим собой в первую очередь. В конце нашей встречи Максим продемонстрировал еще один дар. Он прекрасно играет на музыкальных инструментах. И если гитарой молодой человек увлекается с детства, то игру на флейтах освоил как еще одно из доказательств сверхвозможностей. В момент игры разных партий на двух инструментах одновременно у человека активизируются сразу два полушария мозга. А на это способен далеко не каждый. Недавно в Бразилии произошел случай с двухлетним мальчиком. Ребенка рвало, он постоянно плакал. Три дня доктора не могли поставить диагноз. Когда сделали рентген, медики ахнули. Внутри малыша было порядка 50 небольших швейных иголок. Некоторые торчали в легких, печени, желудке. Хирурги приняли решение попытаться извлечь хотя бы часть. Это очень сложный и кропотливый процесс. Полиция считает, что иголки воткнул в мальчика его отчим. Мужчина состоял в колдовской секте и занимался черной магией. А жительница Нижнего Новгорода Любовь за привода любит шить. Она и подумать не могла, что из-за этого увлечения попадет на больничную койку. Я кольнула в спину. Как-то со спины укол. Я сначала думала, что спина болит. Потом кольнула в сердце. Любовь плохо себя почувствовала. С каждым часом ей становилось все хуже. Разболелась грудь и спина. Было трудно дышать. Женщина не могла даже прилечь. Любое движение было невыносимо. Любовь Альбертовна и раньше жаловалась на сердце. Но в этот раз ей пришлось вызывать скорую помощь. Приехала скорая и сказала, что у меня межреберная нервология. Взял кардиограмму и сказал, что страшно, это возрастное. И все. Обезболивающий препарат дал возможность немного поспать. Когда его действие закончилось, боль снова дала о себе знать. Появился озноб, и женщина стала задыхаться. В этот раз скорая забрала Любовь в больницу на обследование. Сначала врачи проверили легкие пациентки, сделали рентген. Каково же было изумление, когда доктора увидели в области сердца очертание постороннего острого предмета. У меня не было никакой ни страха. У меня было какое-то изумление, наверное, недоверие. Это какая-то, знаете, вот, да просто как... Ну, не верила я, что у меня там что-то вообще есть. Ну, не верила я, просто даже не понимала, о чём вообще разговор. Ультразвуковое исследование поставило все точки над «и». Прямо из сердца Людмилы торчала настоящая швейная игла. Острая игла насквозь пронзила левый желудочек. Это стало причиной кровотечения. Промедление могло привести к гибели пациентки. На данном случае просто... Вот здесь макир предстоит, полост правого желудочка. Вот проникло здесь и в полост правого желудочка. И кровотечения были отсюда. Вся операция заняла полтора часа. Сначала хирурги Нижегородского кардиоцентра работали над устранением кровотечения. Затем приступили к извлечению иглы. Алишер Гамзаев рассказывает, что иглу увидели сразу, как только вскрыли грудную клетку. К счастью, магнит, который он приготовил для непредвиденной ситуации, не потребовался. Пинцетом-зажимом ее стали передвигать в сторону. Вот так. А потом извлечили. До сих пор Алишер Багиевич хранит у себя 5-сантиметровую иглу, как трофей. Он рассказывает, что от нахождения в теле она потемнела. Предположительно, иголка блуждала по телу Любови за приводы около полумесяца. Делина пути этой иглы примерно получается где-то 30-35 сантиметров. Поскольку, повреждая левое легкое, создав кровотечение, и проникло дальше в сердце. Понимаете, какой эта игла делала путь? После операции Людмила не перестала заниматься любимым делом. Обучает шитью и дочь Надежда. Однако теперь в их арсенале осталась только одна игла. За ней, по крайней мере, можно уследить. Я здесь все время, когда вам нет, я здесь вышиваю. Когда мама лежит, я здесь сижу спокойно. Обратно, чтобы поближе к месту, чтобы можно было кофты к нуче. Любовь показала нам довольно большой шов на груди. Последствия от операции. Она до сих пор не может поверить, что внутри нее находилась швейная игла. СТУК В ДВЕРЬ Да? Здравствуйте. О, какие люди! Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Хорошо. Суне хорошо. Вопрос, как игла безболезненно оказалась внутри, так и остается открытым и для врачей, и для самой любови. Для специалистов до сих пор клиническая смерть является загадкой. Почему? Одни люди умирают через минуту, а другие могут провести в этом состоянии несколько часов и снова вернуться к жизни. Единого мнения по этому вопросу пока нет. Сегодня Яна Думкина, как обычно, играет со своим старшим братом Даниилом. А всего несколько месяцев назад жизнь маленькой девочки могла прерваться навсегда. В полтора года Яна побывала на том свете. Шофер сказал, что там труп привезли, ребенка. Он не дышит, чертепиения нет, ничего, весь синий. В тот день Людмила Думкина принимала гостей у себя дома. Женщина раздала детям по яблоку и ненадолго отлучилась на кухню. А когда вернулась, увидела, что ее дочке плохо. Малышка подавилась яблоком. Стоит у нее слезы из глаз и как бы что подавилась, как бы сейчас будет рвать. Я ее схватила, побежала на улицу. Сейчас, думаю, пальцы в рот засуну, вырвет, как бы, и она вылетит в это яблоко. Пальцы-то в рот суну, а ничего, как бы, не выходит. Я давала ее по спине стучать. Когда я уже перевернула ее, вот, к лицом-то ко мне, она вот бездыханная, вот, как бы, ну, так вот. Бездыханное тело девочки привезли на машине в центральную районную больницу. На тот момент сердце Яны не билось уже более десяти минут. Я приду сюда, смотрю, мама здесь бегать с ребенком. На руках, руки-ноги болтаются у ребенка, и ребенок весь синий. И долго не думая, сразу же, вот здесь, она чисто перевязочная. Вот в этой перевязочной, здесь вот на кушетке проводили реанимационный мероприятие. Врач-реаниматолог и сам не верил, что девочка оживет. Слишком долго продолжалась клиническая смерть. Когда есть возможность что-то попытаться сделать, зачем это, пускать руки, сказать, что, видишь, ребенка сине-зеленого цвета, холодный, весь уже все, ну, как холодный, показалось, что холодный. Вот, без признаков жизни, все равно пытайся что-то сделать. Время шло, но сердце Яны не заводилось. Она по-прежнему лежала бездыханная. Тогда врач от безысходности ударил малышку в грудь кулаком. Три раза кулаком я уже матери не стал говорить, это ничего, потому что уже крик души был. Три раза стукнула, ах, я послушала, ох, появилась, тик-тик-тик-тик-тик, а то иначе будет, не знаю. Девочка, наконец, задышала. 18 минут. Именно столько времени, по подсчетам врачей, малышка провела на том свете. Потом пришла в сознание, но никого не узнавала. То есть, как бы, у меня она вообще так вот плакала, все, по сторонам смотрела, плакала. Знакомых никого как бы нет, не видела. Три дня Яна практически не спала, не узнавала маму и боролась с галлюцинациями. У нас был вообще полный кошмар в палате. Она смотрела на стены и вот руками вот так вот махала в разницу и визжала. Это было, это не пересказать. Это был вообще полный кошмар. Людмила не позволила медперсоналу дать снотворные Яне. Она просто перепеленала малышку, как младенца. На руках у мамы дочурка впервые крепко уснула. Утром мы спим, она так проснулась, и мне говорит, мама. Я заплакала, что у меня было такое счастье. Она отслышала, говорит, мама. Так вот мне говорит, мама. Ну, ему слава богу. Еще пару дней потребовалось, чтобы Яна начала нормально ходить. Ну, мать у тебя говорит еще, что, может быть, она будет какой-нибудь будущим ясновидящей после клинической смерти. Часто тебе пишут в литературе, что становятся ясновидящими. Но девочка пока не проявляет никаких сверхспособностей. Людмила больше не покупает яблоки. А врачи так и не смогли объяснить, каким чудом малышка осталась жива. Ну, значит, ты, девочка, очень хотела жить, да? Да? Очень хотела жить. Судьба порой готовит нам испытания, справиться с которыми под силу не каждому. В любой критической ситуации у человека есть два выхода – сдаться и погибнуть, или бороться и стать победителем. Александр Зверев занимается спортивным туризмом с детства. В 2000-х годах он участвовал почти во всех соревнованиях по рафтингу высокой категории сложности. Так продолжалось до тех пор, пока в 2007 году судьба не преподнесла ему серьезные испытания. Тут мне совсем стало страшно, и я думаю, надо как-то прекращать этот сплав. Для сплава была выбрана река Юрункаш в горном районе Кунь-Лунь в Китае. Команда знала, эти места недостаточно изучены, и все же решили рискнуть. Через 118 километров на пути рафтеров возник серьезный порог. Спортсмены с трудом с ним справились. Дальше начались повороты со слепой зоной видимости. За поворот выходим, и я вижу, что очень сложный участок, и я к правому берегу ближе стал идти. А другой катамаран, который раньше шел четверка, они по левому берегу. И вот на каком-то сливе нас переворачивает. Я оказался внутри катамарана, а напарник, Володя Сметанников, уплыл. Я вот остался сидеть в бочке. В тот день команда потеряла двух спортсменов. Осталось четверо. Надо было выбираться. И молодые люди решили плыть дальше. Но река вновь не приняла их. Катамаран перевернулся. Александр вспоминает, как в бурной воде он потерял сознание. Когда вроде пришел в себя, посмотрю, двое ребят остались сидеть в этой бочке, которая нас перевернула, вместе с катамараном. Вот пошел к ним. Они долго боролись. Ну, короче, выйти они из этой бочки самостоятельно не смогли. Силы у них кончались. Так я остался один. А четвертый смыл из катамарана. И он ушел за поворот. Я не видел его судьбы. То есть я решил, что я все остался один. Все погибли. Александр взял себя в руки и решил выйти из каньона. Он знал, что где-то рядом должны были находиться пограничники. В течение 12 часов мужчина бродил по лесу. Ночь застала его в пути. Хорошо, что с собой была каска с пенным ковриком внутри. Он подложил его под поясницу, чтобы не простыть от ночного холода. На следующий день Александр пошел дальше. Были туры такие, как выложены на берегу, что люди здесь ходили. Что они делали там, потому что я понятия не имел. Какие-то вроде как следы жизнедеятельности есть. Но за три дня Александр никого не встретил. Дальнейший путь ему преграждала скала. Мужчина провел ночь в пещере. Ему там понравилось. Было не так ветрено и холодно. Ну вот, дойдя до скалы, я понял, что дальше я идти не смогу. И у меня опять надежда, что все-таки надо, может быть, исследовать этот ручей, где было кострище. Я вернулся обратно. На обратном пути опять случайно попал в эту пещеру там со скалы. И свалился уже, не мог найти выход к берегу, чтобы попить воды. Вот. И подумал, что все-таки это знак какая-то в пещере. От безысходности, голода, холода, одиночества Александр решил, что будет ждать своей участи в пещере. Он определил срок – 11 сентября. Если к этому времени не начнут поиски, то можно ставить точку. Когда я увидела катамараны, которые бьются о берег реки Юрункаш, и когда я увидела эти скалы, я даже вот вспомнить не могу, и сейчас как вспомню, так вздрогнут. Тут уже, конечно, надежды были очень маленькие. Дом родные уже знали из новостей о случившемся. Имя Александра в списке погибших не значилось. Они продолжали надеяться и ждать хороших новостей. Я все равно как бы верила, взяла себя в руки, просто выключила телевизор, выключила все телефоны, чтобы никто не сообщал, ничего не звонил, и никто ни о чем не спрашивал, и просто бежала в церковь. Молилась и общалась с батюшкой. Выходила, потом включала телефон, и мне сообщали, что это не Саша. Александр продолжал жить в пещере. Каждый день он сооружал ложи из веток. На такой своеобразной перине мужчине приходилось лежать, не шевелясь, иначе холод пронизывал все тело. Порой сон не шел совсем. Как ни странно, голода не было, пить тоже не хотелось. Травмированная нога болела. Вскоре от долгого лежания начали атрофироваться мышцы. Но Александр не переставал надеяться. В экстремальных ситуациях организм способен действительно творить чудеса. И это было известно давно, еще индийские йоги использовали эти возможности и демонстрировали удивительные эффекты. Поэтому и выживаемость, и демонстрация эффектов буквально нечеловеческой силы, и способность переносить какие-то трудности, лишения. Действительно, в этих условиях организм мобилизуется именно для того, чтобы человек выжил, чтобы спасти его жизнь. Прошло две недели. Наступило 11-е число. Внезапно Александр услышал шум вертолета. Он начал кричать, размахивать руками, но поисковая бригада его не заметила. Из последних сил Александр каждый день поднимался на гору и ждал чуда. Но чуда не происходило. В какой-то момент я бы не смог встать уже. То есть, я думаю, дня три бы еще. То есть, ну на самом деле, может быть, даже и меньше, потому что погода, примерно на следующий день уже снег выпал в этом месте. То есть погода радикально менялась. 21 сентября молодой человек снова услышал звук приближающегося вертолета. Почти без чувств он добежал до открытого места. Чудо произошло. Его нашли. Вот таким Александра встретили спасатели. Он потерял 25 килограммов и находился в полуобморочном состоянии. Такого вот прям, что я не знаю, каких там слез радости или слез счастья, ну не было такого. То есть, слишком это было именно вот утомительно, морально утомительно. То есть, выжатые были вообще. Ольга вспоминает. Первое, что она услышала по телефону, предложение руки и сердца. За последние три года после возвращения Александр пересмотрел свое отношение к жизни. Ходить по сложным рекам он больше не хочет. Все силы и энергию посвящает семье и своему первенцу. Елена Злобина решила уйти из цивилизации по собственной воле. Девять лет назад женщина собрала своих троих сыновей и поехала жить в заброшенную деревню. В 12 километрах от ближайшего поселка. Первый месяц я боялась. Окошки скрывала, там вот дверь накручила. А потом понимала, что кроме зверей бояться нечего. А звери, они не подойдут. Елена выросла в Ижевске. В своей прошлой жизни занималась торговлей. Была исполнительным директором крупной компании. Она видела всю криминальную изнанку столицы Удмуртии. Когда у нее родились дети, женщина поняла, что больше не хочет такой жизни. Она решила раз и навсегда покинуть общество. Так коренная горожанка оказалась в полной груши. В деревне выжить легче. Ну, что я могу в городе? Чтобы прокормить детей. Ну, работать на двух работах. Ну, бабушка на двух работах. Ну, сейчас старший. Тоже пусть на двух. Ну, мы их протянем. А свободы нет? Местные до сих пор не перестают судачить о многодетной маме. Ждут, когда ей все надоест, и она уедет. Но Елена об этом и не думает. Ну, вот приехал человек, нам же, деревенским, это в диковинку. Мы вроде бы смотрим там по телевизору, вот там в городе живут так-то, так-то. А тут из города, из благоустроенной квартиры приехала, не зная куда. Елену не смутило, что дом, который она облюбовала для своей семьи, был не приспособлен для жилья. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Более того, вскоре у Елены появился четвертый сын. Вот тут было закрыто. А вот здесь была стенка, там был вообще чулан. Там была холодная. Мы двери вышибли, дырку пропилили. Там у нас столовая, там сделали кухню, там сделали детские. Вышибли про стенок, поставили окно большое. Конечно, Елене помогала и ее мама, которая тоже поехала вслед за дочерью. Но мать поселилась в 15 километрах отсюда. Внуки во время учебы живут с бабушкой. Семья собирается вместе во время школьных каникул и выходных. У нас мальчики начитанные. Им вот в школе, допустим, скучно. Со своим классом скучно варто. Они вот сами с собой общаются. Ребята – участники и победители многих школьных олимпиад. Елена создала огромную библиотеку для сыновей. За 9 лет дом преобразился. Просторные спальни и игровая комната. Женщина сама сломала печку и выложила камин. Говорит, для души. Соорудила систему парового отопления. Провела канализацию. Сейчас думает сделать водопровод. Кстати, замысловатые люстры из подручного материала и украшения из бисера – тоже творение ее рук. Такие штучки, они вроде так незаметно, а потом раз, глазом накрешься и приятно. Злобины живут натуральным хозяйством. Правда, засушливое лето дало о себе знать. Урожай был не столь богатым. Высох пруд. Теперь о рыбе придется забыть до следующего лета. Больше всего Елена с ребятами страдают без коровьего молока. У нас было две коровы раньше. Так вот такая была кастрюля творога. Ребята до сих пор и помнят. И сыр свой, и все. А потом хлева старые упали, и мы коров сдали. Вот уже сколько лет без большой кастрюли с сыром. Скучно. Потребности большой семьи в молочных продуктах сегодня с трудом восполняет единственная коза. Елена выбрала для себя такую жизнь. И к другой возвращаться не будет. Она хочет купить вторую лошадь, сделать большой пруд, построить каждому сыну по дому. Словом, возродить заброшенную деревеньку-хвощанку. Старший сын Денис уже готов построить дом для своей будущей семьи. Осталось найти невесту, которая захочет здесь поселиться. Александр Засс. В первой половине 20 века этот цирковой артист был известен под псевдонимом «Железный Самсон». В отличие от других силачей, Александр не обладал атлетическим телосложением. При росте в 167 сантиметров и весе в 80 килограммов он поражал зрителей невероятными трюками. К примеру, мог поднять зубами балку с двумя ассистентами, ловить 90-килограммовые гири, носить на руках лошадь, сгибать в узоры металлические прутья, разрывать на себе железные цепи. Александр выносил любые удары, в том числе кувалдой по животу. Многие трюки Засса еще не удавалось никому повторить. Он разработал методику тренировок, которая пользуется популярностью и в наши дни. В этом зале тишину нарушает только лязг металла. В глаза сразу бросаются огромные штанги и люди, которые легко отрывают их от пола. На ступню, на руки, на плечи, на эти места идет такое очень сильное давление, но оно не болезненное, оно даже приятное. Такое вот, как бы, нет ощущений, у меня очень редко есть ощущение, когда я чувствую, что я штангу оторвала, я ее не чувствую, как я ее оторваю, да. Я даже спрашиваю, говорю, я оторвала? Люди приходят сюда не с остальными мышцами, они не гонятся за рекордами. Несмотря на это, каждый из них рекордсмен. На сегодняшний день 100 на 200 без одного килограмма. Так вообще 900 килограмм я поднимаю. В удовольствие. Анатолий Самодумов придумал свой метод поднятия тяжести и назвал его гравитационная гимнастика. Миром правит гравитация. Вот, и первопричина создания Вселенной тоже считается гравитацией. Просто наша наука расчленила на различные, так сказать, выражения свои и прочее, и прочее. А, так сказать, подъем тяжести и сама тяжесть, она всего лишь поводник между человеком и гравитацией. Гравитационная гимнастика – один из вариантов создания дозированной нагрузки на суставы и позвоночник путем поднятия тяжестей на небольшую высоту. Здесь важно, чтобы нагрузка на тело человека была равномерно распределена. Увеличение веса штанги происходит постепенно, от раза к разу. Самая лучшая обувь для подъема супертяжестей, как ни странно, валенки. Они отлично разогревают голеностопный сустав. Отсутствие каблука правильно распределяет нагрузку. Происходит нагрузка дозированных суставов, и после снятия уходит напряжение, боли, зажимы. Это достигается за счет рывковых спортивных достижений, за счет плавного мягкого нагружения. В 60-х годах прошлого века Анатолий Иванович познакомился с книгами Юрия Шапошникова о русских силачах. И узнал, что самый большой вес, который когда-либо поднимали, остановился на отметке в 80 пудов. Это 1309 килограммов. Когда сам Анатолий Самодумов дошел до этой цифры, он тоже не смог поднять штангу. У меня интуитивно прошла такая мысль, что это какой-то психологический барьер, а не физический. И все же Анатолию Самодумову удалось перейти барьер и поставить настоящий рекорд. 6,5 тонн. Тяжесть – это показатель пробуждения человека, то есть активации его потенции. И всего лишь проводник. То есть это за счет тяжести идет мягкая стрессовая ситуация. А человек или убивает или травмирует стресс, или же его развивает. Если он грамотный продуман построен, тогда он раскрывает человека. Анатолий Самодумов уверен, у человека огромный запас энергии. Его ученицы – лучшее доказательство. Они умеют удерживать автомобили, сдвигать составы из семи вагонов и даже самолеты. Как-то на одной из телевизионных передач Елена Акулова демонстрировала подъем 550-килограммовой гири на хомуте. Это упражнение считается сложным. Она вспоминает, как быстро развеялось скептическое отношение к девушкам у зрителей в студии. Пробовали мужчины гирю в руках, по-моему, поднимать, но они не оторвали 300 килограмм. К Анатолию Ивановичу приходят люди от 2 до 90 лет. Невероятно, но большинство из тех, кто с легкостью поднимает супертяжелые веса, никогда не занимались спортом. Более того, по записям в медицинских карточках многие из них считаются тяжело больными. Как бы оптимальным образом, хорошим образом, сочетаются оба эксплуатации обоих резервов. И физиологических, возможностей ткани, костей, связок нашего организма, и психических, которые рождают волю, мотивацию человека на самосовершенствование, на работу над самим собой. Случаев излечения от болезней одной лишь силой мысли существует немало. Но вернуть потерянный орган таким способом пока еще никому не удавалось. Увы, регенерация не подвластна человеку. И тут на помощь приходит медицина. Современные технологии творят настоящие чудеса. 17 лет назад Роман Маковеев получил бытовую травму челюсти. Через некоторое время поврежденный участок начал болеть и гноиться. В подбородочном отделе он получил травму. В последующем у него здесь развился воспалительный процесс. То есть остеомелит. И были проводены операции по поводу остеомелитического процесса. В результате которых образовался дефект или изъян нижней челюсти в подбородочном отделе. Сама эта ситуация требовала проведения реконструктивной операции. И по сути дела вот с этого все и начинается. Роман полностью лишился нижних зубов. Есть приходилось с огромным трудом. Да и разговаривать было сложно. Но самое неприятное было то, что челюсть продолжала гнить. Доктора семь раз пытались устранить последствия остеомелита. Каждый раз они удаляли поврежденные болезни и участки. Челюсть Романа становилась все короче. А металлическая вкладка все длиннее. К нам он уже поступил. Когда у него по сути дела от нижней челюсти остались какие-то фрагменты головок нижней челюсти. И все отсутствовало, было замено просто фиброзной ткани. Профессор Юрий Медведев работает в челюстно-лицевой хирургии 40 лет. Впервые в своей практике он столкнулся с тем, что человеку придется заменить нижнюю челюсть на 100%. Ну, я как бы, конечно, я испытывал такое, некоторое чувство тревоги. Просто, ну, неизвестно было, как это все, чем это все закончится. Будет ли это все работать, вся эта конструкция, как она будет функционировать. Уникальность операции заключалась еще и в том, что хирурги применили новый материал для изготовления челюсти – никель-титан. Пока в мировой практике используются только титановые эндопротезы. Аналогов к этому нет. Потому что, если, например, взять титан, мы такие движения никогда сделать не сможем. Кроме того, второе уникальное свойство – это пористая структура. То есть создаются условия для прорастания окружающих тканей в поры этого эндопротеза. Вот таким Роман поступил в клинику челюстно-лицевой хирургии. В результате многочисленных операций контур лица был сильно нарушен. А вот таким он стал после сложнейшей шестичасовой операции. Хирургам работать очень сложно. Расслаивать ткань, их препаровать. То есть сама по себе техника значительно отличается, если мы работаем в тканях, в которых ещё не произошли какие-то изменения. Доктора не только пересадили мужчине новую челюсть, но и укрепили мышцы языка, чтобы вернуть Роману чёткую речь. Первое время после операции – это как человек сам не свой, он там много чего чувствует, просто так это не описать. дискомфорт, как общее состояние, потому что сама операция по времени очень длительная была. Поэтому я там несколько дней я просто отходил от этого, от всего. Он потом потихоньку начал привыкать. В принципе, сейчас уже всё нормально. Период реабилитации продлится ещё несколько месяцев. А дальше Романа ждут корректирующие косметические операции и новые нижние зубы. При рождении человека невозможно определить, каким он вырастет. Будет ли наделён талантом или необычными способностями. А может, судьба приготовила ему испытания, справиться с которыми под силу далеко не всякому. Одно можно утверждать точно. Каждый из нас способен стать чудо-человеком. Надо лишь грамотно вычислить талант и как следует потрудиться над его реализацией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!